Я видел утку, она не смогла просто улететь, она бегала, я ее догонял пофотографировать. Он автоматически щелкал затвором, пока перепуганная до полусмерти утка пыталась убежать от человека. Птица взмахивала крыльями, но слипшиеся потяжелевшие перья уже не помогли подняться в воздух. Такие кадры ордский фотограф раньше видел только на страницах National Geographic. Он и подумать не мог, что сам снимет эдакую жуть. Берег маленького загородного озера буквально усеян трупами перелетной птицы, страшными трупами, будто залитыми ядовитой карамелью. Водная гладь тоже покрыта масляной пленкой. Налет не тонет, не рассеивается, в общем, настойчиво напоминает нефтепродукты. Как они здесь появились в настоящий момент, следы автотранспорта, подводящие к этому озеру неизвестного происхождения, отсутствуют. В городском отделе экологии пока могут только гадать, что за пленка на озере и как она сюда попала. Сейчас неизвестно даже, кому юридически принадлежит водоем. Все, что пока смогли сделать эксперты, собрать пробы воды и начать расследование. Для старта определиться с составом маслянистой жидкости, позже будут разбираться, как очистить воду и берега. Ведь отравиться мертвой водой могут еще сотни птиц и животных. В финале попробуют найти виновников всего этого смертного пиршества. Правда, ответит ли кто-то за загубленных пернатых – большой вопрос. Эту жуткую фотосессию сделали в Ковандыке. Прошлой осенью 9 корочнокнижных лебедей, 168 гусей и 1 утка упокоились на техническом озере Креолитового завода. Перелетные птицы приземлились передохнуть на шламохранилище и больше не взлетели. Причем о смерти пернатых в природоохранной структуре руководство завода не сообщило. Местный Россельхознадзор поступил анонимный звонок. Иван Паршин показывает фотографии. Эти гуси были кем-то закопаны, эти заботливо уложены в мешок. В общем, на заводе знали о ЧП. Не сами они без голов залезли в мешок. Впрочем, менеджмент завода зря волновался. Конечно, братскую могилу перелетных экологи обнаружили. А эксперты быстро выяснили – птицу убили отходы завода. Пищеводы краснокнижных птиц буквально разъела серная кислота. Нельзя кислоту, или концентрированную, или разбавленную, непосредственно сливать в водоем. Это безобразие. Тогда гибель перелетных наделала много шуба. Проводили пресс-конференцию, устраивали проверки, затевали расследования. Но уголовное дело так и не завели. За убийство почти 200 птиц завод наказали всего лишь общественным порицанием. Как закончится история уртских птиц, пока неизвестно. Но эксперты уже говорят, шансы не то, что наказать, даже найти виновных невелики. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.